всем привет практически полгода прошло со времени трагической гибели одного из я бы сказал лучших руководителей шахматных руководителей шахматных организаций одного из спонсоров различных турниров одного из организаторов практически лучших турниров видимо наиболее человека который видимо наиболее серьезно из всех деятелей россии российской федерации российского шахматного мира относился к женским шахматам то есть в какой-то момент именно в челябинской области проходили все этапы женского кубка россии и я пригласил алину билл рассказать о турнире памяти максима анатольевича то есть понятно что инициатива очень важно очень правильно и конечно ее поддержали очень многие шахматисты так как ну все представляют сколько ну примерно за десять лет сумел сделать максим она то есть чуть меньше чем за десять лет что было проведено каких и каких успехов добились и челябинские шахматисты и шахматистки в челябинске так вот как написано вот здесь будет проходить турнир памяти максима анатольевича шушарина с 15 по 16 ноября 2023 года и вот алина бивол это одна из тех кто инициировал и сделал все чтобы этот турнир состоялся давайте алина вам вы теперь да да всем друзья привет хоть повод и действительно можно сказать трагичный потому что много можно озвучить того что максим анатольевич сделал и то роман юрьевич правильно подметили что именно и для женских шахмат был сделан просто огромный вклад чего конечно же да теперь в российских шахматах наверное не будет никогда и когда собственно максим анатольевич скончался я и моя близкая подруга шахматистка ольга боделька конечно же сначала не могли поверить в то что вообще такое могло произойти как это все было это серьезный большой удар конечно я не могу сказать что мы были прям очень близки с максимом анатольевичем я как и многие просто лишь приезжала к нему на турниры мы иногда могли общаться по каким-то вопросам но тем не менее уход этого человека из жизни он оставил шрамы на моем сердце могу сказать и собственно когда это произошло мы соли и сразу просто задумались о том чтобы провести турнир в его честь отдать дань памяти человеку который реально сделал для нас очень многое и хотели все сначала сделать так очень быстро сразу же давайте давайте вот сейчас прям проведем и все же отказались от этой идеи поскольку если называть турнир мемориалом то по хорошему нужно все же было его проводить но явно не там спустя месяц и какие-то очень такие быстрые дни а потому что все таки мемориал это обычно нам спустя может быть год да то есть мы и так можно сказать в какой-то мере поторопились но тем не менее хотели приурочить это хотя бы к дате дня рождения которая вот будет 8 ноября собственно идея родилась и мы сразу начали обсуждать с людьми которые могли бы нам помочь проведение этого соревнования естественно начали переговоры с челябинской федерации шахмат и они как раз тоже нам предложили сделать это хотя бы где-то через полгода и где-то около наверное середины сентября мы с оли решили вернуться к этому вопросу то есть опять же идея просто родилась потому что максим анатольевич делал для нас шахматы да он делал для нас эти шахматные турниры и приглашал всех был всегда рад всех видеть и мне казалось что турнир может стать чем-то символично да то есть все же он видимо любил очень это дело и мы не могли да можно сказать не проводить его вот в этот наверное наш последний именно шахматный путь и начали опять же переговоры и начали собирать деньги то есть конечно же турниры которые и проводил сам максим анатольевич они спорте спонсировались исключительно им да то есть мы не привлекали к организации какие-то назовем это гос структуры да то есть мы конечно же делаем это все совместно именно с челябинской федерации шахмат но после ухода максима анатольевича я не думаю что они бы могли с таким же размахом провести соревнования как это делалось раньше поэтому мы стали обращаться к простым людям которые могли бы нам помочь и в частном порядке нам конечно же кто-то помогал мы хотели сделать наверное специально такой большой призовой фонд то есть в первую очередь силы все бросили на это потому что турнира максим анатольевич собирали еще и крутые составы поэтому чтобы показать что вот максим анатольевич мы вот вашу честь можно сказать память о вас решили провести тоже именно крутой турнир и некоторые шахматисты люди близкие к шахматам грубо говоря просто отправляли деньги на проведение этого турнира да все еще какие-то сборы продолжаются но уже осталось совсем немного то есть мы обозначили призовой фонд аж целых полтора миллиона рублей мне кажется для турнира по быстрым шахматам это просто очень большая сумма и учитывая что это один турнир то есть это даже не разделение там на 2 или там на какой-нибудь женский мужской или детский то просто один турнир парапиду и например недавно закончились командные чемпионаты страны по быстрому блицу и команда централ парк тауэр в которой были крутые гроссмейстер там грещук андрей кентубов это вообще команда матвея гальченко там максима мариев с ними крутился был максим матлаков ну то есть такие заряженные все ребята они просто обозначили то что пожертвуют свой приз который они заработали просто вот нашему турниру чтобы мы смогли его провести это очень крутой поступок который наверное меня очень поразил в последнее время потому что никогда такого не было ему очень этим ребятам признательно то что они решили помочь нам вот так существенно в проведении этого соревнования но и как я уже говорила многие просто шахматисты другие и супер гроссмейстеры и просто любители шахматы те кто приезжал к максиму анатольевичу все они в той или иной мере помогли нам в создании этого мемориала то есть сейчас мы уже на финишной прямой в организации то есть там заказываем медали сейчас будем рисовать грамоты баннеры и все такое занимаемся приглашением участников собственно хотелось этим турниром сказать то что шахматы в россии даже после ухода максима анатольевича должны жить и если они будут жить то мы должны всегда помнить то что для нас сделал именно поэтому проводим нигде не в каком другом месте только лишь в челябинске мы позвали многих кто приезжал к нему очень надеемся что может быть приедут какие-то иностранные шахматисты может быть просто те кто был частым гостем этого славного города ну и надеюсь что у нас все получится конечно в организации опыт конечно у нас соли еще можно сказать практически никакой поэтому большое спасибо и федерации шахмат челябинска которая нам в этом помогает потому что думаю что без них мы бы вообще не справились конечно не справились да я извини что перебил тоже надо сообщить зрителям что ольга боделька это очень сильная шахматистка вот сейчас суперфинале боролась долго за первое место и она возглавляла команду южный урал по крайней мере в прошлом году да или да то есть оля еще и выступала в свое время за что для нее это я думаю еще более важно да то есть сказать вот это вот свое спасибо в целом мы практически завершили подготовку к соревнованиям да то есть там осталось собрать какой-то может быть не очень большое количество денежных средств потому что хотели бы еще обеспечить ну достойный визуал наверное турниру скажем так сделать красивый кубок медали напечатать какие-то баннеры где можно сфотографироваться там привести может быть своего фотографа где-то сделать репортажи ну в общем что-то еще такое осталось но главное что мы закрыли вопрос с призовым фондом это нас конечно очень сильно успокаивает положение о турнире можно найти на сайте федерации шахмат челябинска да это сайт surches.ru вот и в принципе сыграть может практически любой у нас лишь стоит ограничение в рейтинг фиды 1500 по быстрым шахматам да то есть видимо не совсем совсем маленькие дети у нас будут играть но тем не менее на поворотся может практически каждый и конечно же нет никаких взносов турнире то есть это было просто для нас скорее даже моральным запретом делать что-то подобное еще и со взносами так что в принципе действительно может приехать любой главное отыскать где лежит положение и зарегистрироваться там в google форме ну да то есть я например предварительно уже зарегистрировался ссылку на положение тоже в описании мы оставим и уже 14 в среду заранее приеду планирую приехать в челябинск изначально хотел ну колебался комментировать потому что в основном в турнирах максима анатольевича я это я его турнир и комментировал у себя на канале но первый турнир памяти этого человека но я мне мне показалось что будет неправильно не сыграть я уверен что очень многие кто выбирает ехать или не ехать поступят также даты выезжая тоже планирую выехать вместе с техническим директором то есть которая тоже помогала в организации трансляции в частности турниры декабрьские вечера вот и обещаю что отчет по крайней мере по своему выступлению я сделаю на своем канале а еще алина пожалуйста объяснить почему вот 15 16 ноября вот это все-таки четверг и пятница а принято в субботу и воскресенье назначать такие турниры хотелось как я уже говорила немножечко подтянуть дату соревнований именно к дате дня рождения но к сожалению один из организаторов это я я вообще буду в отъезде до 11 ноября меня не будет и мы наверное вы просто не справились бы в этом случае поэтому прям день в день ну и наверное было бы это не очень все делать и решили что сдвинем и все же встрять даже в настоящее время в календарь других российских шахматных соревнований очень легко и вот неожиданно мы обнаружили что 17 ноября по крайней мере так было в календаре стартует сильнейший наверное один из сильнейших этапов кубка россии в ханты-мансийске это кубу губернатора куда почти до под конец года съезжаются тоже и гроссмейстеры и мастера и молодые шахматисты он начинается вроде бы 17 числа поэтому мы соли просмотрели все и обнаружили что 17 ноября в 5 утра из челябинска из прямой рейс в ханты-мансийск и каждый кто захочет сыграть у нас и потом отправиться в ханты-мансийск он спокойно это может сделать и поэтому да проводим турнир можно сказать немножко коряво в будни но мы не хотели бы накладывать свое соревнование на другие какие-то мероприятия куда особенно могут разъехаться шахматисты так что играем хоть и в будни но мне кажется что каждый из нас кому максим анатольевич был близок кто его уважал и ценил его вклад в эти самые шахматы наверное может пожертвовать своими и буднями днями мы в это верим надеемся уже зарегистрировалась немало на самом деле игроков в турнир так что если вы хотите к нам приехать и поучаствовать то я бы советовала вам поторопиться да у меня есть подозрение что место для игры она не резиновая и реально может еще из-за количества мест могут кого-то не пустить зарегистрируетесь позднее и все так ну я думаю что на этом все да да огромное спасибо всем огромное спасибо тебе алина за то что инициировала такое мероприятие я надеюсь что если кто-то захочет тоже поддержать это мероприятие почитайте описание и думаю что сможете помочь все всем спасибо спасибо до свидания